Продолжение следует... У нас для этих ядер мы можем наблюдать различные ориентации их суммарного магнитного момента во внешнем поле. Причем число таких ориентантов равно 2L плюс 1, где L это значит спиновое число, характеризующее суммарный спин ядра. В принципе, нас наиболее интересуют, в первую очередь, это, например, протоны С13, хотя это этим не ограничивается. Если мы прикладываем до тех пор, пока у нас нет внешнего магнитного поля, все одинаково, когда мы прикладываем внешнее магнитное поле, у нас возникают две возможные проекции, то есть по полю и против поля. И, в принципе, соответственно, они способны реализовывать два разных состояния. И при облучении внешним электромагнитным полем вы можете, соответственно, реализовывать либо одно, либо другое состояние с разной ориентацией вектором магнитного момента против поля или по полю. Они будут соответствовать двумя разными, значит, будут соответствовать двум разным энергиям. И, соответственно, переход между этими двумя состояниями вы можете наблюдать каким-то образом в качестве некоторого отклика. К чему это приводит? Поскольку вот это вот характерное гермогнитное соотношение разное для разных ядер, то, например, во некотором постоянном магнитном поле мы будем наблюдать этот резонанс, то есть переход между двумя состояниями для, соответственно, разных частот. Ну и вот так, значит, первое, для чего это можно использовать, это различать разные ядра, обладающие, ну, так называемые магнитно-активные, то есть обладающие нечетным спином. Так, не целочисленным, простите, спином. Ну, это то, что можно делать, ну, это совершенно неинтересно, по крайней мере, для органической химии это совершенно неинтересно, потому что, помимо этого, у вас в молекуле атомы, ну, допустим, я буду теперь, чтобы не сбиваться, говорить все время об атомах водорода, они окружены другими, соответственно, набором других атомов. В следствии этого магнитное поле, вообще говоря, будет неодинаково в разных точках или в разных, так сказать, частях молекулы. В зависимости от наличия разных групп атомов и кольцевого тока, например, какого-то, так сказать, каких-то магнитных свойств этих атомов и электронных токов этих атомов, у вас возникают некие дополнительные локальные магнитные поля, поэтому то магнитное поле вместе вот расположение вашего ядра не будет совпадать с внешним магнитным полем, а как-то отклоняться. Стало быть, фиксируя каким-то образом эти отклонения, мы можем определять, в какой части молекулы находится ваше соединение, как оно организовывается. Это называется за счет того, что окружение, химическое окружение ядер разное, это называется химическим сдвигом, то есть сдвигом резонансной частоты, сдвигом положения той частоты по тому месту, где бы он находился бы, если бы этого не происходило. Так? Что на это влияет? Влияют в основном, ну, глобально две вещи, это так называемый локальный вклад электронного облака вокруг электрона, с одной стороны, то есть вокруг вашего протона, и с другой стороны эффект соседних атомов. Значит, с соседних атомов, эффект соседних атомов и группы атомов заключаются, вот можно две вещи тут, два момента выделить, это то, что они могут менять электронную плотность этого протона, за счет оттягивания, наоборот, подачи электронной плотности, соответственно, у вас электронная плотность будет разная вокруг протона, разный будет кольцевой ток, вызванный действием внешнего магнитного поля, соответственно, разный дополнительный вклад в магнитное поле. Ну и, наконец, дополнительная циркуляция электронов, собственно, в самих этих группах. Это особенно хорошо как раз для ароматических колец, поэтому как раз мы методы ЕМР обычно обсуждаем после рассмотрения ароматических соединений, но об этом пойдет речь. Значит, таким образом, что, если резюмировать, что мы можем наблюдать? Что под действием приложенного некоторого магнитного поля у вас наблюдается расщепление по энергии разных состояний с разным спинным состоянием ядер, и за счет облучения внешним электромагнитным полем вы можете осуществить переход между двумя состояниями, то, что называется резонансом и резонансной частотой, при которой наблюдается этот переход. Так, проблема в чем, что приборы все разные, напряженность поля исходного разная, и в зависимости от напряженности поля каждого магнита у вас будет разная, величина расщепления будет разная, и, соответственно, частота резонансная, при которой будете наблюдать сигнал, соответствующий вашему ядру, будет тоже разная. Это крайне неудобно, нужно как-то, так сказать, стандартизировать эту ситуацию. Для того, чтобы стандартизировать, используют так называемую относительную шкалу, так, для того, чтобы разные приборы с разными магнитами имели свой общий ноль, вводят относительную шкалу и за ноль принимают сигнал определенного соединения. Но обычно по умолчанию, так сказать, по принятому соглашению это тетраметилсилан. Это соединение, в котором много протонов, там 12 протонов, поэтому сигнал от него достаточно сильный возникает. Так, достаточно легко его наблюдать. С одной стороны, с другой стороны, он в достаточно сильном поле, поскольку там много донорных заместителей, и он оказывается, ну, в достаточной степени, в большинстве случаев, обособленным, поэтому используют его. Так, поэтому та величина, о которой мы будем с вами обсуждать, это, так называемый, относительный химический сдвиг, то есть сдвиг относительно некоторого эталонного соединения. В противном случае мы не смогли бы сравнивать просто спектр, полученный на разных приборах. И что может быть более существенно, в разное время, я имею в виду, в разное время исторически, поскольку приборы совершенствуются, магниты становятся все более мощными, рабочая частота приборов меняется, и, значит, либо мы каждый раз должны сравнивать, значит, что только с тем, что получено на одной хотя бы серии приборов, либо иметь относительный стандал, вот этот эталон и вот этот хитрометилсилан таким и является. Значит, теперь, собственно, вот это был общий разговор, теперь непосредственно то, о чем пойдет речь, то, что нам будет важно. Значит, первое влияние на химический сдвиг, это так называемое влияние индуктивного эффекта. Так, чем более электроотрицательны заместители у вашей группы атомов, на которые вы регистрируете, тем меньше будет электронная плотность, и тем сильнее наблюдаемые вами протоны, то есть наблюдаемые вам сигналы, наблюдаемые вами протоны, сдвигаются в области слабого поля. То есть общая простая корреляция, которая практически нам важна, ни в коей мере не вдавая сейчас подробности этих деталей, то, что чем ниже электронная плотность, тем в более слабом поле будет находиться ваш сигнал. Слабым полем, опять же, по умолчанию называют левую часть спектра, и, значит, нумерация идет, то есть отчет идет от крайней правой положения, вот это вот здесь довольно слабенький, но заметный сигнал, как раз тетраметилсилана в качестве талонного соединения на этом спектре, на этих спектрах здесь три спектра приведены. Соответственно, в область слабого поля, то есть к десяти, в сторону десяти, там более миллионных долей, смещается в зависимости от того, ваш сигнал в зависимости от того, насколько электроотрицательная группа соединена с атомом углерода, на котором находится ваш протон. Ну вот здесь сигналы дихлорметана, дибромметана и диеты тана приведены, да, и вот легко видеть, что в самом слабом поле, то есть где-то почти 5,5-5,5,5 десятых где-то, да, вот, миллионные доли, находится этот сигнал. Значит, теперь, в чем градуирована эта шкала? В миллионных долях, то есть доли, потому что это относительная шкала, и в отличие, я сейчас вернусь на секунду назад, да, это отношение разности частот электромагнитного поля, при котором наблюдается резонанс, к отношению, относительной к частоте прибора. Разность частот между вашим веществом и частотой эталонного сигнала. Эталонный сигнал, я только что, значит, об этом говорил, это тот эталон, к которому мы привязываемся, чтобы не быть привязанным к прибору. Поскольку рабочая частота приборов, вот, частота приборов, она исчисляется мегадерцами, точнее, сотнями мегадерцами, сейчас есть и тысяча мегадерц прибор, так, ну, для удобства используют так называемые миллионные доли, то есть отношение к разности частот, к частоте прибора, используют, значит, не в, значит, относит к, значит, соответственно, к миллиону мегадерц, то есть, к миллиону дерц, простите, поскольку частота в мегадерцах, соответственно, к миллионной доле. Так, вот это, соответственно, здесь по шкале отлежены миллионные доли, вот одна миллионная доля, вот, ну, здесь, скажем, от 5 до 4, она соответствует частоте в дерцах, значит, будет соответствовать рабочей частоте прибора, ну, умножен на миллион, то есть, понятно, то есть, если одна миллионная доля, то она будет соответствовать, соответственно, каждое, там, если прибор, допустим, 100 мегадерц будет очень старый, то это, соответственно, 100 дерц, ну, сейчас это может быть уже и 400, и более 100, и 1000 дерц. Значит, что еще влияет на химический издвиг? Мы говорили о неких циркуляционных токах, которые возникают под действием внешнего магнитного поля Прекрасный пример как раз молекулы бензола, в которой, если вы помещаете ее в магнитное поле, в циклическом замкнутом контуре под действием магнитного поля внешнего возникает электрический ток Это вы прекрасно знаете, да? Поэтому возникает кольцевой ток по замкнутой здесь Пи-системе В свою очередь, значит, движение электронов по окружности, кольцевой ток, вызывает возникновение магнитного поля Это тоже вы прекрасно знаете Соответственно, вследствие того, что у нас возник кольцевой ток, у нас вот эта молекула бензола будет сама, как бы сказать, генерировать некое магнитное поле Которое будет либо прибавляться, либо вычитаться, в зависимости от того, как оно ориентировано, из внешнего магнитного поля Ну, довольно очевидно, что если вы ориентируете его вот в таком направлении, то возникает так называемый дезокронивный За счет того, что за счет тока возникает магнитное поле, показанное здесь вот силовыми линиями, направленное противоположно Противоположный вектору внешнего магнитного поля Если же вы располагаете молекулу бензола, которая плоская вдоль поля, то вы этого эффекта не наблюдаете, потому что он не будет оказывать какого-то существенного влияния И это, на самом деле, вообще говоря, интересно для более тонких исследований, потому что в зависимости от ориентации какой-то группы во внешнем поле Она будет давать либо один эффект химического сдвига, либо другой Другие примеры более простые, на самом деле, даже с кратными связями, например, здесь это приведено на примере от стирена Возможность циркуляции электронной плотности внутри кратных связей, которая, соответственно, возникает, опять же, при другой же здесь ориентации Или вызывает экранирование, вот, например, этих протонов Обратите внимание, кстати, что в случае от стирена и бензола здесь эффекты будут ровно противоположны на их собственные протоны Если оказывается протон в так называемой области экранирования, то есть он вне сферы этих силовых линий То в случае бензола, наоборот, как раз в зону прохождения силовых линий этого поля попадают как раз атомы водорода, ароматические группы И это мы увидим с вами довольно быстро Например, вот на примере этого эфира, это сложный эфир, соответственно, бензилового спирта и уксанной тислоты У нас здесь есть, в принципе, грубо говоря, три типа протонов Вот метильная группа, CH2 группа и протоны бензольного кольца Ну, в общем, опять же, в первом приближении, это не строгий совсем анализ этого спектра, который здесь Но для первого взгляда он достаточно нам Мы наблюдаем здесь три сигнала, три типа протонов, три сигнала Один сигнал метильной группы Так, сигнал CH2 группы, метиленную группу и ароматических протонов Что здесь еще мы видим, кроме того, что у них разные химические действия И откуда вообще, вы меня спросите, откуда, собственно, я узнал, что это метильная, это CH2, метиленовая группа и это ароматическая Ну, ароматически я могу предположить, что она должна быть в самом слабом поле, поскольку она, мы только что с вами рассматривали, попадает в область дезакронирования То есть она должна испытывать максимальное смещение от эталонного сигнала И это, наверное, это она Кроме того, вот здесь прописана кривая, это так называемая интегральная кривая Это то, что вы увидите в реальных спектрах Она соответствует площади сигнала под, значит, вот под этой спектральной линией Так, почему я подчеркиваю, площадь, а не интенсивность Интенсивность это высота, да Это то, что называют интегральной интенсивностью, под ней понимают площадь То есть сигнал, линия может быть более широкой, но более, так сказать, низкой Но, тем не менее, интегральная интенсивность будет большая Значит, вот если посмотреть, то, в общем, соотносится на глаз, но можно себе увидеть Примерно как 5 к 2 к 3 Эти величины, которые пропорциональны числу протонов, резонанс которых мы наблюдаем То есть, в общем, мы с вами, поскольку говорим о чисто практических применениях пока Две вещи пока, потом будет больше, пока две вещи мы извлекаем из спектра Химический сдвиг, то есть смещение относительно диталонного сигнала Который коррелирует обычно с двумя вещами Эта электронная плотность на этом ядре или группе ядер, да И второе, наличие или отсутствие кольцевых токов Так, каких-то циркуляций электронов Вот это то, что мы здесь наблюдаем Ну, давайте еще, значит, другой пример посмотрим с третбутилоцетиленом Тут вот, это верхняя часть Здесь два сигнала всего Здесь интегральные интенсивности, вот они уже более удобно прописаны цифрами на этих примерах Соответственно, один соответствует одному протону, другой девяти протонов Ну и из общих соображений можно предположить, что у нас метильные группы, третбутильные группы окажутся где-то в более сильном поле, чем протон ацетиленовый, у которого явно электронная плотность меньше Мы помним, что он более тислый, да, и так далее То есть он должен оказаться Вот, другой пример, значит, еще один, диметилбутадиен, да Здесь тоже, соответственно, будет два типа протонов Это метильная группа и метиленовая группа Ее сигнал в несколько более сложной форме, мы сейчас чуть позже поговорим, почему это так Но их тоже двое, значит, они, соответственно, соотносятся как 6 к 4 примерно Это реальные экспериментальные спектры здесь приведены, поэтому здесь некрасивые, значит, какие-то целочисленные картинки Это вот то, что в реальности наблюдается в эксперименте Эти, кстати, спектры взяты из той брошюры, которую я вам настоятельно рекомендую Брошюра по EMR, которая лежит в издательстве Химфак МГУ, которая лежит на Google Диске Я вам ее рекомендую к ознакомлению, я говорил в прошлый раз уже о ней Ну вот, там же есть масса примеров В том числе разобранных, поэтому она вообще, говорю, очень полезна для восприятия и впоследствии для задачи-задачи практику Ну и другой пример, значит, совсем, я бы сказал, полярный Это ацетальдегид, у которого есть одна сильно, один протон соединен с сильной электродно-ацепторной карбонильной группой И он оказывается, вот видите, здесь при, в районе 10 миллионных долей В отличие от метильной группы, которая, соответственно, в значительно более сильном поле Здесь, видите, вот расхождение, на самом деле, вот здесь даже не один к трём, а сильно расходит Но это вот та погрешность эксперимента, которая в реальности наблюдается Поскольку, опять же, это не рисованный, а реальный экспериментальный спектр То вот отклонение есть, но тем не менее близко именно к нему Ну и вот, наконец, мы с вами дошли до ароматических соединений, о которых говорили Вот то, что мы наблюдаем, собственно, для самой молекулы бензола Она даёт примерно 7,27-7,33, где-то вот в этой области 7 с небольшим миллионных долей Химический сдвиг Так, он вследствие вот этих кольцевых токов, да Она сильно уходит в слабое поле За счёт того, что под воздействием кольцевых токов возникает, значит, дополнительное магнитное поле Которое как раз эффективно действует на эти протоны Для тех протонов, которые были бы внутри бензольного кольца, но их там нет Эффект, очевидно, будет обратным Ну, например, бензола это наблюдать нельзя Ну, например, вот такой ароматической системы, которая имеет, значит, сопряжённый с ней метиленовый мостик Да? Демонстрирую И при этом протоны оказываются как раз вот проецированы на середину ароматического кольца То есть они оказываются как раз очень эффективны в области экранирования А не дезэкранирования, как протоны ароматического кольца Вот эта метиленовая группа, она сдвигается, вот видите, даже аж в отрицательную область Минус 0,5 То есть здесь эффекты ровно противоположные Действующие в обратную сторону И приводят к такому смещению Ну, кроме того, это, в принципе, CH2-группа Она должна оказываться в достаточно сильном поле Но за счёт дополнительного эффекта она смещается совсем Вот ещё один пример Ну, вот такой, значит, аннулен конденсивный Совсем интереснее, которым можно наблюдать одновременные внешние и внутренние протоны Причём система, поскольку ароматическая, то даёт только один сигнал И вот, поскольку здесь мощный кольцевой ток Здесь больше электронных плонов, чем в бензольном кольце Оказывается, здесь больше электронных суммарно То, значит, сдвиг протонов внешних ароматических ещё сильнее 9 с лишним миллионных долей Ну и почти минус 3 уходят, значит, те протоны Которые оказываются вот внутри этого ароматического кольца Вот это редкий пример Вот относительно редкий Для ароматических соединений, где есть и внешние у вас, и внутри плоского кольца, и снаружи протоны Вот такой сильный эффект Значит, наконец, вот это две вещи, которые мы могли бы наблюдать Третье, что мы можем наблюдать ещё Это так называемое спин-спиновое взаимодействие Расщепление сигналов групп в зависимости от наличия соседних протонов Вот об этом более подробно поговорим Потому что даёт много информации, на самом деле, о строении молекул Ну вот Если посмотреть на этот спектр хлороклировой кислоты То тут довольно очевидно, что три типа протонов Протон карбоксильной группы оказывается совсем в слабом поле При 12 миллионных долях И у него, кстати, обратите внимание, достаточно широкий сигнал При вроде бы небольшой интенсивности Это как раз такой случай Это вообще характерно для протонов групп с подвижным водородом Ну, нас здесь интересует больше два протона, оставшихся при двойной связи Очевидно, что они различаются Их химсдейк различен Да, здесь более слабо более, тут будет который при карбоксильной группе Но они имеют какой-то совершенно другой профиль Правда Они расщеплены на два, их называют дублетом Это не совсем строго здесь, но примерно дублетом Поскольку содержит две линии Почему это возникает? Потому что до тех пор, пока у вас нет внешнего магнитного поля То разные состояния, вот разные состояния спиновые, которые у нас здесь Затем реализуются Вырождены по энергии Когда мы помещаем их в внешнее магнитное поле Они различаются по энергии Так? Вот, вот Соответствующие ядру минус одна вторая Плюс одна вторая Но Помимо того, что есть внешнее магнитное поле Мы с вами говорили, что у нас существует некое влияние магнитных полей Реализуемых за счет наличия соседних ядер Так? И это приводит к химическому сдвигу различному Мы об этом говорили Но вообще говоря И те соседние ядра могут находиться в разных спиновых состояниях Тоже, правда? И находясь в разных спиновых состояниях Они будут по-разному влиять на энергию вашего состояния Поэтому это приведет к тому, что Наша система расщепится Вот при наличии двух, допустим, ядер Вот А и Х помеченных Она расщепится еще на два состояния То есть всего мы будем наблюдать Вот для То, что по методам B Всю схему энергетических уровней Будем наблюдать четыре энергетических уровня Так? Между которыми может быть довольно много разных переходов И мы тогда должны наблюдать много разных линий спектра Правильно? Но Есть ограничения Так, наверное, ограничения по симметрии И разрешены переходы только такие Когда у нас суммарный спин А здесь Вот эти четыре спиновых состояния Понятно, чем обусловлено, да? Два состояния одного Два состояния возможностей другого Но в сумме его получается четыре Соответственно Возможно Так? Но переходы между четырьмя этими состояниями Разрешены По правилу отбора Только те Опять же, не вдаваясь в детали Подробно все будет в курсе в схеме методов Только те У которых изменение спина При этом происходит целочисленное Вследствие этого Для таких состояний Для таких состояний У вас возможностей только два перехода Между этими состояниями Несмотря на то, что их больше Так? Эти два перехода соответствуют Двум разным резонансным частотам И это то, что мы наблюдали Значит, как раз вот в прошлом Давайте сначала Еще раз в прошлый спектр Потом Вот в этом спектре Поскольку у вас два состояния Вот условно говоря Есть одно и другое А, другое икс Да? То поскольку перехода в два То для каждого из них два И, соответственно, вы наблюдаете Два разных состояний Две разные состояния Для чуть более сложной системы Ну, например, это Трихлорэтан Да? 1,1,2 Трихлорэтан Формально эту систему Надо характеризовать Как АХ2 Поскольку тут один протон И два протона Да? Так? Они будут Давать в спектре вам Как вы видите Триплет И дублет Да? То есть состоящий Из трех и двух линий Соответственно Я не остановился Пояснять, что такое Триплет, дублет Синклет И так далее Я думаю, что это понятно Да? Это число линий Просто мы характеризуем Так? Так? Соответственно Для протона А Возможны два спиновых состояния Так? И соответственно Полный спин будет равен Х состояний Плюс 1,2 И минус 1,2 Так? Для Соответственно Сигнал Х Да? Будет иметь форму дублета Связанная с ним Это понятно? Поскольку состояние 2 То резонанс переходов Соответствующий Резонанс Чистоти будет тоже 2 Понятно? Как-то не до конца Похожим Ну то есть Будет два Возможных Состояния Соответствующих Двум целочисленным Переходам Эта ситуация Полностью Аналогична Вот этой картине Пока Для Вот Для Протонов Х Потому что с ним Соседствует только Протон 1 Протон А Для которого Есть два состояния Для А будет сложнее Для Х Понятно? Хорошо Теперь Для Следующего протона А Для Вот этого протона Для протона Для протона Х Да Так Я по-моему Я по-моему Сейчас протон Протон Х Назвал протоном Апом Только что Да Значит Вот Две Два сигнала Для протонов Х Да Поскольку Для протона Соседнего Два Спинного Состояния Будет давать Дублет Понятно? Да Я по-моему Оговорил В какой-то момент Так Дальше Остаются у нас Протоны Для протонов Соответственно САЖ2 Возможно Четыре Спиновых Состояния Так То есть Для вот Протонов Для двух протонов Х Четыре спиновых Состояния Когда у вас Соответственно Каждый из Протонов И может иметь Два Всего Четыре Так Полные спины Этих Состояния Будет Составлять Либо Плюс Единицу Либо Ноль Либо Минус Единицу Так Соответственно Сигнал Должен Наблюдаться Для Вот этого Вот Для протона А В виде Триплета Поскольку Переход Три Возможных Перехода Между Три Мясо Да Ну Понятно Что Переход Между Значит Поскольку Они Целочисленные То Переход Между Ним Тоже Будет Целочисленный Целый Понятно Да Но При этом Смотрите Состояние С нулевым Спином Будет Два Поэтому Интенсивность Одного Из Этих Переходов Будет Два Раза Выше Так В принципе Это Довольно Просто Запомнить По Числу Для Протонных Спектров Вам Предстоит Пока Только Протонным Спектром Оперировать Что Число Линии В Спектре В Простейшем Случае Равно Число Протонов Плюс Один Ну То Смотрите Для CH2 Группы Число Соседних Протонов Один Значит Должно Быть Две Линии Для CH Группы То есть Для протона А Число Соседних Протонов Два Соответственно Два Плюс Один Три Линии Это Понятно Отлично Ну Например Простейший Пример Из Реальности Это Диэтиловый Эфир Соответственно У меня Есть Метильная Группа Так Она Должна Быть Сильным Поле Более Сильным Чем CH2 Группа Связанная С Числородом Правда Так Поскольку Тут Есть Электроотрицательный Атом Дальше Для Метильной Группы Соседних Есть Два Протона CH2 Группы Соответственно Мультиплетность То есть Число Линии Должно Чему Чему Равно Но Соседних Протонов 2 Плюс 1 3 Действительно Треплят Сейчас Делаем Перерыв Для CH2 Группы Которые В более Словом Поле Соседних Протонов 3 3 Плюс 1 4 Линии Собственно Вот это То Основное Что Хотелось Рассказать Вам Здесь Это В общем Вполне Резюмирую Это То Что Вполне Достаточно Для того Чтобы Вам Проанализировать Свои спектры Которые Вы будете Получать В ходе Уполнения Работ Практикуми Ну и Там Плюс Какое-то Решение Простейших Задач На Семинарах То есть Три вещи Мы можем Определить Первое По химическому Сдвигу Определить С каким Типом С каким Типом Атомов С каким Типом Ядер Мы имеем Дело Второе Определить В каком Химическом Окружении Они находятся Так Опять же По По Химическому Сдвигу Опять же Третье По интегральной Интенсивности У линии Спектра Определить Сколько Где И каких Протонов У вас Находится В вашем Спектре Четвертое По Типу Расщепления Сигналов То есть Синглетов Дублетов Или Вот здесь Так называемых Квадруплетов Или квартетами Их иногда Называют Еще Хотя более Строг Квадруплет Так Определить Число Соседствующих Электронов То есть Так или иначе Воспроизвести Как строение Той молекул Органической Которой Вы имеете Дело Вот это Собственно Те Самые Базовые Вещи Ну и Не забывая О том Что Соответственно Интенсивность Этих полос Будет пропорциональна Числу Перехода Соответственно Ну вообще Говоря Это определяется Треугольником Паскаля Если Если Захотите Можете В этой Брошюрке Прочитать Там Он Приведен И Почему Такое Соотношение Интенсивности Реализуется Там Обяз Но это Уже За пределами Наших Разговоров Мы С вами Чуть-чуть Поговорим О Втором Методе Который Тоже Важен И Вы Будете Использовать Это Экоспектроскопия Значит Связан Он С Тем Что Любая Любая Нелинейная Система Имеет Трин Минус Шестой Степени Колебания Значит Степени Свободы Представляющие Так называемые Нормальные Колебания То есть Это Это Систематические То есть Повторяющиеся Движения Одной части Молекул Относительно Другой Да То есть Относительно Друг Друг Когда у вас Атом смещаются Сюда Не Входят Естественно Поступательные Движения Связанные Со всеми Смещениями Молекул Среди Этих Колебаний И то Что мы Фиксируем В ИК Спектрах Это Переход Между Разными Состояниями Энергии Обусловленных Колебаниями Молекул Поэтому Спектры Называются Колебательными Спектрами То есть Это ИК Диапазон То есть Сравнительно Низкоэнергетическим Электромагнитным Излучением Это Возбуждается Ну то есть Ну вообще говоря Это величина Которая Где-то На уровне Теплового Движения И так далее То есть То что ИК Диапазон То есть Это В общем Тепловой Диапазон Среди них Выделяют Так называемые Характеристичные Колебания Это Те Колебания Которые Характеризуются Для Групп Атомов Которые Характеризуются Примерно Постоянной Частотой Ну Близкой Что-то Своей Жизнью Он живет Значит Характеризуются Частотой Которые Сохраняются Вне Зависимости От Разнообразного Окружения Молекул То есть Для разных Молекул Определенные Группы Будут Характеризоваться Определенной Частотой Колебаний Их не так Много Ну например Это Важнейшая Группа Ну например Это СО СН СО Двойные Связи СН СС Двойные Связи СН Ну и Дидроксиль УАЖ Связи Ну так же Еще на самом деле Я бы добавил Например НН И исходный Значит Обычно Обычно Обсуждают В общем Частоту Этих Колебаний Используя Правда Не частоту В Дерцах А так называемые Обратные Сантиметры То есть Это Величина Обратной Длине Волны Вообще Говоря Но это В общем Аналог Частоты Ну так Вот Что называется Принято В ИК Спитроскопии Уже Довольно Давно Использовать Именно Эту Величину А не Классическую Частоту В Дерцах Ну опять же Может быть Потому что Числа Более Удобные Значит В принципе Вот для Самого Простого Фрагмента Так Это Сейчас честно говоря Не помню В каком источнике Я нашел Вот На одном из сайтов Подвешенном Экспитроскопии Такое Схематическое Изображение Которое Показывает На самом деле Насколько Много И сколько Многообразно Может быть Набор Этих Колебаний Так Мы Значит Наиболее Важно Что Выделяются Здесь Так называемые Валентные Да Которые Связаны С Изменением То есть Удлинением И укорочением Связей Так И деформационные Которые Связаны С Такой Это Связаны С Изменением Валентных Углов Так Или иначе Так Среди Них Среди Них Только Те Колебания Среди Всех Этих Колебаний Только Те Которые Связаны С Изменением Дипольного Момента Молекулы Проявляются В ЭК Спектре Ну На самом деле Те Которые Остальные Проявляются Спектр Комбинационного Рассеяни Вы поговорите В соответствующем Курсе Так Поэтому То ли мышка Живет Само по себе Не пойму Поэтому Вы можете Вообще говоря Только Значит На более Узкое число Будет Обеспечивать Вам Более Узкое число Различных Типов Колебаний Будет Обеспечивать Вам Изменение Магнитного Момента Стало быть Будет Проявляться В ЭК Спектре Это Валентные Симметричные Антисимметричные И два Деформационных Колебаний Опять же Не вдаваясь Большие детали То обстоятельство Что есть Набор Неких Так называемых Характеристичных Колебаний То есть Для групп Которые сохраняются В разных Химическом Окружении Позволяет Нам С помощью Этого Меда Легко Определять Наличие Тех Или Иных Групп В Вашем Соединении Обычно Обычно Эти Группы Касательно Функциональной Группы Лежат Вот в этих Двух Областях Преимущественно Вот от 1300 До 1600 И дальше От 2000 До 4000 Обратных Сантиметров Это Обязание Колебания Основной Группы Вообще Говоря Выделяю Строго говоря Эту область От 400 До 1500 Вот их Делят На две части Еще Ну здесь Она очень Условно Подельна Поэтому Я бы сразу Сюда Обратился На три части Наиболее Важны Для нас Это первая И вторая Самая Высокочастотная Это область Валентных Колебаний Простых Связей Обычно Как правило В связи С Содержащих Атом Водорода Поскольку Поскольку Ну там Есть легкий Атом Он содержится Он обеспечивает Высокую частоту Колебаний Именно То что Содержит Протоном В районе От 4 до 2,5 700 2800 2,5 Тысяч Обратных Сантиметров И Вторая Связь Где-то От 1,5 До 2,5 Тысяч Обратных Сантиметров Это Валентные Колебания Для кратных Связей Характерных Для ЦН ЦО И так Далее То есть Разнообразно Ну так же ЦЦ Но Кстати Для ароматических Фрагментов В которых Тоже Формальные Есть Кратные Связи Вот эти Две Области Наиболее Характерны Следующая Связь Это 1300 Основная Вторая Половина Спектра Условно Говоря 1300 До 650 Примерно Обратных Сантиметров Но Сейчас Есть Приборы Которые Меньше Вообще Говоря Число Снимают Это Область Так Называемых Отпечатков Пальцев Это Не Очень Характеристичные Колебания Туда Принципы Попадают И Одинарные Связи ЦО Ц Ц ЦН И так далее Одинарные Связи То есть Меньшей Кратности Но Кроме Того Там Находятся Полосы Спектра Которые Отвечают Сочетанию Определенных Разных Функциональных Групп Вместе За счет Совместного Присутствия Совместного Влияния Нескольких Функциональных Групп За счет Наложения Поэтому Эту область Называют Область Отпечатков Пальцев Потому что Она В значительной Мере Индивидуальна Молекулы И эта Область Хороша Когда вам Надо Убедиться В том Что вы Получили Именно Это Соединение Сравнив Эту Область Вы Можете Быть 100% Уверен Что Получили Именно Соединение Постоль Поскольку Остальные Области Вы сравниваете Наличие Функциональных Групп Ну Например Скажем Все спирты О которых Мы Сегодня Поговорим Имеют Гидроксильную Группу Поэтому Наличие Гидроксильной Группы Принадлежат К определенному Классу Соединений Но Не Само Конкретное Соединение А вот Эта Область Отпечатков Пальцев Это То Что Используется Конкретной Идентификацией Ну Например Одно Из приложений Каспетроскопии Это Криминалистике Когда Надо Убедиться Что Ваше Вещество Которое Вы Следуете Соответствует Какому То Определенному Заметим Себе Есть Библиотеки Которая Уже Заведена В базу Данных Вот И вы Находите Соответственно По этой Как раз По этой Области Они находят Соответствие Ну Проблема В том Что Криминалисты Не являясь Спектроскопистами В широком смысле Смогут найти То Соединение Из которого Им Предложили Выбрать Либо Они найдут Наиболее Похожее На него Но Не то Такое Тоже Случается Так Теперь Теперь Если посмотреть Значит Вот Ножевой Пример Вот Фенилстилен Что Мы Можем Вообще Ожидать Виде В этом Спектре Мы Должны Увидеть Здесь CH Связи Действительно CH Колебаний Высокочастотной Области У нас В районе 3300 Обратных Сантиметров Они Действительно Есть Так Где-то Дальше Должна Быть Следующая Область Вторая Это Тройная Связь С Действительно Здесь Есть Это Более Слабая Менее Интенсивная Полоса Но Тоже Она Есть Так Ну И В принципе Вот Области Которые Области Отпечатков Пальцев Там Есть Вообще Говоря Деформационные Колебания CH Но Они Довольно Слабые И Накладываются На Целый Набор Линии Которые Являются Отпечатками Пальцев Которые Характерны Для Собственно Для Этой Молекулы В целом Туда Могут Попадать И Какие Характеристичные Так Называем Линии Но Они Мало Удобны Для Идентификации Другой Пример Это Этилоэфируксной Кислоты Здесь Очевидно Мы Должны Увидеть CH Связь Мы Здесь Тоже Наблюдаем Естественно Должны Увидеть Карбонильную Группу Действительно Есть В районе 1800 Обратных Сантиметров Карбонильная Группа Ну И Дальше Менее Характерные Деформационные Колебания Собственно Карбоксильные Группы Которые Опять же Попадают В область Отпечатков Пальцев Здесь На этом Еще Идет Несколько Слайдов В которых Я вообще Не буду Останавливаться На которых Приведен Набор Некоторых Характеристичных Частот Я Привел Их Вам Здесь Чтобы У вас Были Они Для Возможного Решения Задач Идентификации В Лабораторных Работах Так Соответственно В презентации Табличка Будет Вы На нее Можете Посмотреть А мы С вами Перейдем К Следующим Класс Соединения А именно К Скажем Так К Настоящим Соединениям С настоящими Функциональными Группами Если Мы Раньше Говорили С вами Голодин Алкан Я С вами Говорил Что Голодин Алкан Не все Вообще Не все Системы Номенклатуры Принимают За честную Функциональную Группу Равно Как Двойные Кратные Связи Но Вот Здесь Гидроксильные Группы Уже Тут Все Единодушные И все Их Воспринимают Именно Так Значит Речь Пойдет О спиртах То есть Соединениях В общем Виде Типа Органические Радикалы Соединенные С гидроксильной Группой В принципе По Своим В значительной Мере Свойствам И идеологически Это Больше Напоминает Некой Органической Производной Воды Где Один Протон Заменили На Органический Радикал Вследствие Этого Много Тех Свойств Которые Вы Знаете Про Воду Будут Так Или Иначе Проявляться Здесь В первую Очередь Это Наличие Водородной Связи Вследствие Этой Водородной Связи Атомы Молекулы Спирта Оказываются Ассоциированы То есть Они Значительно Сильнее Взаимодействуют Между собой Чем Аналогичные Соединения Не задержащие Гидроксильные Группы Вы Помните В курсе Неорганической Химии Прекрасно Что Вода Имеет Аномально Высокую Температуру Кипения Так Или Не помните Помните Отлично А то Как-то Глухое Молчание Меня Смутило Так Вот Ровно То же Самое Аномально Высокая Температура Для Спиртов Оказывается Аномально Высокая С чем Сравнить Очевидно С тем же Изомером С изомерным Соединением С другого Класса Соединений С простых Эфиров У которых Нет Гидроксильной Группы Противящий Пример Это Этиловый Спирт Этанол Его Изомер Соответственно Тоже Формула С2 А6 О Это Диметиловый Эфир У одного Температура Кипения 78 градусов У другого Минус 24 Ральница Примерно В 100 Градусов Причина Этого Дидроксильной Группы То есть Очень напоминает Историю Про воду Правда Это первое Второе А может быть Наоборот Это первая Водородная Связь Можно было бы Считать вторым Но это Не важно То что Молекула Полярна Поскольку У вас Есть сильный Электроотрицательный Атом углерода Атом кислорода Простите Соединенный С атом углерода У вас Связь СО Естественно Будет Сильно Поляризована Да И Нет Избыточный Отрицательный Заряд Локализован На Кислороде Будет Соответственно Все молекулы Полярны И это Характерные Свойства Растворителей Обеспечивает Связь ОН Следующая Тоже Окажется Естественным Обратом Полярна И поэтому Как и в молекуле Воды В принципе Способна Диссоциация С отрывом Протона Так И образованием Метоксидного Ну в данном случае Это метиловый спирт Метоксидного Или в общем случае Алкоксидного Аниона Ну то есть Как у вас Вода Диссоциирована На H плюс И H минус Так Соответственно В принципе Спирты Способны Диссоциировать На H плюс И РО В общем случае РО В данном случае Метил О минус Другое дело Что тислоты Они очень слабые Так Значит Самые Наиболее Тислые Из них Например Метиловый спирт Имеет тислотность Примерно Такую же Как вода Так Поэтому здесь Некое равновесие Стоит Но Констант кислотности Вот примерно 10 минус 16 степени То есть Они на самом деле Очень слабые То есть Кислоты Они очень слабые Но с очень сильными Основаниями Такие как Например Амиды натрия Например Или там Амид способны Реагировать Присутствующие Кислот Сильных кислот Наоборот Они ведут себя Как основания Хотя они Вообще говоря Являются Классичными Основаниями Льюиса За счет наличия Непределенной Пары электронного Кислорода Но они способны К себе Присоединять Протон Стало быть Они ведут себя И основания Брюнстеда В этом плане Поскольку Это акцептор Протонов Образуя Соответствующие Соответствующие Ионы Если у нас Вот здесь Был ион Гидроксония То Отнимая от него Протон Превращается В ион Называется Просто Аксония То есть В общем Название Это ион Аксония На самом деле Название Иона Гидроксония Это исторично Вы с ним Исторически Познакомились Раньше Соответственно Он имеет Трехваленный Кислород И положительно Заряженный То есть Это классический Ион Аксон Значит О том Как Где находятся Вот Спирты По кислотности Вот на этой системе Довольно Очевидный Вид Вот здесь Синим Рамочкой Обведена Вода Которая Вклинивается Между метанолом И этанолом Вот здесь Может быть Самое удивительное Что метанол Оказывается Более сильной Кислотой Чем вода Хотя Различие В общем Ничтожное Да Константы 10-15 10-16 Степени Разница В две сотых Это в общем Ничтожная Разница То есть Примерно Как вода Значит Сила Кислот Падает У спиртов При увеличении Длины Цепи И Разветвлении Ее Это довольно Очевидно Потому что Чем больше У вас Активных Радикалов Тем Строго Больше Получается Получительный Индуктивный Эффект Чем больше Вы Подаете Электронный Полноценный Кислород Тем Труднее От него Оторвать Протон Хотя Эффект Этот Ну Дальше Вот он Допустим Там Для Третботонола Достигает 18 Дальше Он уже Падает И по Длине Цепи Тоже Не Передается Поскольку Осуществляется Только За счет Индуктивного Эффекта Индуктивный Индуктивный Эффект Очень Быстро Гаснет Как вы Помните При Двигаясь По Длине Цепи Уже Сливочная Связь Подает Гораз Слабее Как кислоты Они реагируют Либо с очень Сильными Основаниями Либо Например С Очень Активными Металлами Например Щелочные Металлы Растворяются В спиртах С образованием Соответствующих Алкоголят Или Алкоксидов Соответствующих Спиртов Ну и Некоторые Щелочноземельные Металлы Тоже Способны Растворяться Например Магний И Щелочноземельные Металлы Тоже Способны Растворяться В спиртах Так Это Действительно Происходит Кроме Того Следующая Реакция Более Интересная Для нас Это Замещение На что-либо Гидроксидной Группы И вот Она Действительно Достаточно Легко Может быть Превращена В другие Функциональные Группы Например В алтилоголодиниды По действиям Разнообразных С одной Стороны Водоотнимающих Средств С другой Стороны Источников Голодина Это Например Голодиниды Фосфора Например Хлористый Тианил Да Оксоголодиниды Фосфора Например Хлоротис Фосфора Они Превращают Соответствующие В соответствующие Алтилоголодиниды Так Происходит Это Механизм Здесь Скорее Факультативно Здесь Приведен Но Происходит Это В общем Через реакцию Нуклеофильного Замещения Но Сначала Сопровождается Превращение В аксониво Ион Наиболее Чистый Препаративный Способ Это Преврали Реакции С Хлористым Тианилом Спиртов Потому что В отличие от реакции Соединения Фосфора Здесь Выделяется И СО2 И Ашлор Только Оба продукта Газообразных Они улетают У вас Остается Исключительно Ваш Чистый Алтилоголодинид Ну Так В первом Приведении Конечно Значит В принципе Даже Сами Галлодиноводороды Способны Превращать Спирты В Алтилоголодиниды Но Ключевое слово Здесь В принципе Это легко Достаточно Происходит Для Атретичных Спиртов И многие Из вас Наверное Уже Делали Реакцию Получения Третбутилхлорида В практику Делали Вот это Как раз Это реакция Значит Теперь Мы с вами Достигли Того Счастливого Часа Когда Новые Реакции Не требуют Ну Так будет Не всегда У нас еще Будут Новые Механизмы Но В данном Конкретном Случае Новые Реакции Не требуют Изучения Нового Механизма Те Механизмы Которые Вы уже Освоили Они Вполне Описывают И Здесь На самом деле Нам понадобятся Реакции Нуклеофильного Замещения Но Мы с вами Говорили Что Дидроксильная Группа Крайне Плохая Уходящая Группа Поэтому Заменить Саму Дидроксильную Группу Чтобы Она Ушла Невозможно Это Происходит Иначе Поскольку Галогены Водороды Являются Сильными Кислотами То Сначала Они Протонируют Спирт С образованием Иона Аксония И Затем Уходящей Группой В Ион Аксония Является Не Дидроксильная Группа А вода А вода Незаряженные Частицы Это Хорошая Уходящая Группа На следующей Стадии Либо У нас Уходит Ион То есть Уходит не ион Простите Уходит молекула воды Образуется Карп Катион Так Затем Карп Катион Это Медленная Стадия Карп Катион Атакует Анион Если мы Рассматриваем С вами действие Ашфлора То есть Будет Хлорид Ион Так И образуется Аутилгоидит Ну это Как раз Реакция Из практики Здесь написано Так Какой Тип Нуклеофильного Замещения СН1 Совершенно верно И происходит Это Легко С Тритичным Спиртом Потому что У вас Легко Образуется Лежный Карп Катион Так То есть Как видите Реакция Новая Механизм Старый Теперь Но это Было Хорошо С С Тритичным Спиртом Очевидно Что С вторичным И первичным Такие Фокусы Не будут Происходить Там Реакция СН1 Маловероятна Но Они Способны Реагировать По механизму СН2 Опять же Сначала Образуется Ион Аксония Точно Так же Да Затем Вода Замещается Голонинит Ионом Уже По СН2 Механизму Так И в этом Случае Соответственно У вас Скорость Определяющей Стадии Как раз Является Процесс Замещение У вас Подходит В данном Случе Бромид Ион Уходит Вода Образуется Алкил Бромид Так То есть Вот механизм СН2 Опять же Ничего Нового Хотя Вроде бы Новая реакция Получение Алкилогонидов Так Ну поэтому Мы можем С вами Подробно Не останавливаться На этих реакциях Они довольно Простые Очевидные А двинуться Дальше Потому что Спирты Вообще Говоря Ну в отличие От углеводородов Алкилогонидов Вступают Целый ряд Реакций Их довольно Много Значит Простейшая Реакция Это еще Одна из Простейших Сомнительных Реакций Это так Называемая Реакция Формальную Называют Реакцией Дегидрирования Хотя По сути Делает Реакция Оттесления Но в органической Химии Я как-то Уже Упоминал Под Оттеслением Как правило Понимают Удаление Тем или иным Способом Водорода Так Поэтому Часто Эту реакцию Называют Реакцией Дегидрирования Формальной Если вы Посмотрите Происходит Нам под действием Ну либо Нагретой Раскаленной Меди Либо Оксида Меди Оксида Меди При этом Восстанавливается Медь Но в принципе Каталитически Она может Происходить И на На меде Тогда при этом Выделяется еще и водород Формально Соответствует Чщеплению водорода Образование Альдегида Ну единственное Что Эта реакция Она очень красиво Выглядит Но она реализуется В случае Самых простейших Спиртов Со сложными Спиртами При высоких Температурах Начинаются Там все эти Более Сложные Менее приятные Процессы Сопутствующие Поэтому Как правило Для отчисления Спиртов Используют Другие Реагенты Как варианты Это соли Неорганические В переходных Металлах В высочих Степенях Отчисления Ну например Это Примагонаткария Хроматкария Кроме того Могут быть И оксиды Хрома 6 Используются Ну и в принципе Твердофазный В твердофазном Виде И оксид Морганц 4 Хотя это Менее Удобно Значит Механизм Здесь Он приведен Но сугубо Факультативный Для вас В принципе Связан Именно с Образованием Примежуточных Соединений Мы подробно Его не рассматриваем Он более сложен Формальный Это Лиминирование Е2 Так Теперь Что при этом Можно наблюдать При этом При Как мы На прошлом Слайде С вами Видим При отчислении Формально Образуется Альдегид При отчислении За счет Формального Отщепления Водорода При отчислении Спиртов Первичных Образуется Альдегид Вторичных Соответственно Китон Как легко Себе представить Если у вас Уже есть Два Заместителя То Образуется Соответственно Китон Но Проблема Первой реакции Заключается в том Что альдегид Образующийся При отчислении Первичных Спиртов Сами по себе Окисляются Принципиально Легче Чем спирты Поэтому Остановить Реакцию На этой Стадии Очень Трудно Ну Для этого Используют Разные Сейчас мы Об этом Немножко Поговорим Разные Способы Ну В общем Гораздо Легче Сразу Отчислить Спирио До Карбоновой Числоты Поскольку Альдегид Отчисляются Самыми В карбоновой Числот Значит Для того Чтобы Как-то Остановиться На этой Стадии Используют Липболис Специфичные Реагенты Например Используют Вот Не Сам По себе Оксид Хрома 6 Который Является Как вы Знаете Из Прошлого Семестра Сильным Вычислителем Весьма А используют Его Такую Облагороженную Ослабленную Я бы сказал Версию Его Например Комплекс Спиридином Строго Говоря Значит Здесь Используют Даже Не комплекс Спиридином А так Назаваемый Хлор Хромат Передине Называют Его Протонирует Протонирует Передин И Образуется Такое Ну Строго Говоря Вот Комплекс Соединение Да И Такой Хлор Хромат Передине Он Является Более Славно Числителем В более Мягких Условиях Довольно Аккуратно Можно Окислить При этом Спирт До Альдегида Хотя Обычно При этом Используют Как правило При этом Используют Сопутствующие Отгонку То есть Это Вместе Перегонки Я осуществляю При этом Сразу Обгоняется Из реакции Из сферы Реакции Ваш Альдегид Почему Это Можно Сделать Потому Что Альдегид Имеющий Примерно Ту же Молекулярную Массу Что и Спирт Имеет Температуру Кипения Принципиально Ниже Чем Спирт Понятно Почему Совершенно Верно У него Нет Гидроксильной Группы Он Не Образует Водородные Связи Если Это Имеет Принципиально Более Низкую Температуру Кипения Это Хороший Способ Его Оттуда Дарить Еще Один Пример Получения На Оксиде Марганца Он Обычно Менее Приятный Путь Потому Что Реакции Детероденные Всегда Менее Желательно Тем Менее Тоже Повторя Получить Оксид Простите Альдегид С Использованием Такого Диоксида Марганца Интересный Двойную Связь Которая Тоже Может Быть Оттислен Например Бехромат Калий Вполне Себе Оттислят Мы С вами Оттисляли Алкены Бехроматом И Примаганатом А вот Диоксид Марганца Не Оттислят Поэтому Может Получить Непредельный Альдегид Из Непредельного Спирта Следующий Процесс Естественно Это Тот Процесс Который Мы Уже Упоминали Что Один Способ Вообще Говоря Получения Алкенов Это Получение Спиртов Ну Очень Код Поскольку Мы Диоксид Не Обсуждали То Он Упоминался Очень Сквозь Он В общем Аналогичен На самом Деле Здесь Тоже Будет Практически Ничего Нового Хотя Это Уже Новый Механизм Механизм Элиминирования Ну Новый Я имею По Сравнению С Замещением Спирта Но Он В общем Вполне Аналогичен Реакциям Элиминирования Которые Мы С вами Обсуждали Применительно К Гладенпроизводному Углеводороду Вот там Отщепляли Ашлор Здесь Мы Отщепляем Воду Опять же Первой Стадией Здесь Является Протонирование Спирта По той же Самой Причине Что Заставить Уйти Собственно Дидроксильную Группу Очень Трудно А вот Уходит Здесь Она В виде Воды А вода Уходит Достаточно Неплохо Ну Как вы Помните У нас СН1 Процесс Конкурировал С Е1 Процессом Правда Ну Клеофильное Мономолекулярное Замещение С монономолекулярным Элиминированием Ровно То же самое Происходит Здесь Фактически У вас Образуется Карп-катион Да Потом От карп-катиона Образовавшегося Отщепляется Молекула Отщепляется Протон Простите Да И образуется Алкен Строго говоря Эта реакция Является Обратимой Поэтому Вообще Говоря В тисной Среде Вы можете Наблюдать Равновесие Между Алкеном И спиртом Да То есть Это равновесие Процессов Гидротации И дегидротации В тисной Среде Алкена Как мы Помним С вами Присоединяли Воду Так Да Помним Хорошо Присоединяли Воду С образованием Спиртов И соответственно В кислой Среде Спирты Могут Воду Отщеплять С образованием Алкенов Поэтому Процесс Это бракит Насколько Легко Это вообще Протекает Реакция Довольно Логично Предполагать Что если Она протекает Через образование Карп Катиона То чем Легче Образуется Карп Катион Тем Быстрее Будет Скорость Вашей Реакции Ну и Действительно Дегидротация Первичных И вторичных И вторичных И третичных Спиртов Протекают С разной Скоростью И третичные Здесь легче Протекают Вот здесь Для примера Первичные Количественные Теретичные Спирты Легче Всего Потому что Протекают Через Самое Устойчивое Переходное Состояние То есть Через Поскольку Переходное Состояние Тоже Будет Наиболее Устойчив Поскольку Карп Катион Наиболее Устойчив Значит Теперь Вообще Говоря Из Ну если Мы не Рассматриваем Первичный Спирт Из которого Получится Только Терминальный Алкен То Возможно Разные Варианты Из Разных Из спирта Могут Получаться Разные Алкены Ну Например Бутанол-2 При Догидратации Может Вообще Говорят Дать вам Три Разных Алкена Здесь Два Нарисованных Мы об этом Поговорим Почему Нарисованных Два Либо Бутен-1 Либо Бутен-2 В принципе Значит Иллюстрирую Характеризую Это правило Зайцева Так Которое Гласит Что Получается При Дегидратации Спирта Получается Наиболее Разветвленный Из Возможных Изомерных Алкенов В принципе Это все Очень Очень Похоже На то Что Мы с Вами Обсуждали Про Элиминирование Галогеноводородов От Алкилгалодинидов Да С Разованием Алкенов Тоже Наиболее Разветвленный Наиболее Там Замещенный Наиболее Разветвленный Является Наиболее устойчивым Он и получался Обычно Так Поскольку Процесс Вообще говоря Обратимый Соответственно Он сдвигается В сторону Наиболее Динамические устойчивого Продукта Так А я сказал Что здесь На самом деле Продуктов 3 А здесь Нарисован 2 Понятно Почему Нет А А какой Третий Третий Тот же Самый И так Не бывает Бутен 3 Это как А чем Бутен 3 Будет отличаться Бутена 1 Только тем Что в одном Случше Он будет назван Правильно А в другом Неправильно Это основное Отличие Ну вообще Говоря Бутен 2 Может быть Цис и Транс Правда Так Какое Преимущество Будет образовываться Да Стало быть Транс Конечно Поэтому Он здесь Собственно Не рисован Так Это Касалось Значит Давайте Вернемся Это касалось Отщепления Молекулы воды От одного От одной Молекулы От одной Молекулы Спирта Мы можем Отщепить Отщепить молекулы воды Органическая вода Да То есть Одним органическим радикалом То это уже совсем органическая Да Потому что здесь два Органических радикала С одним Кислородом связанным Механизм будет Ровно Тот же самый На самом деле По сути дела Известный Известный вам Набор Механизмов Вполне себе Отвечает Этому процессу Что происходит Образуется Ионоксония Так При этом Дальше Фактически Следующий спирт Выступает в качестве Нуклеофила Атакует Атом углерода Соседний С положением Заряженным Кислородом Так Дальше Отщепляя Уходит При этом Молекула воды Отщепляется Протон И образуется Простой эфир Так Так Значит Мы с вами Как вы видите Плавно перешли От спирта К простым эфирам Мы еще К разновидностям Спирта Вернемся Но чуть позже Какие свойства Должны быть Характерны Для простых эфиров С одной стороны Это соединение С функциональной группой Но Функциональная группа Здесь зашита В самые Внутрь молекулы Так И по сути дела Никаких валенций Специальных не имеет Вследствие этого Вообще говоря Простые эфиры Характеризуются Достаточно Большой Химической инертностью Поскольку Они по сути дела Напоминают Что Что они Напоминают Известного нам Класса Соединений По своему Строению А вследствие этого Частично Не полностью Но частично По свой А по строению Что они Больше всего Напоминают Алканы Если вы Вместо Если вы Сюда Вместо О Нарисуете CH2 Да То Вы получите Алканы Потому что У вас Функциональная группа Вроде бы Есть Но никаких Выходов Наружу У него Что называется Нет Ну За исключением Неподеленной Пары Электронов На числороде Конечно Которую Никто Не отменял Так Поэтому Все процессы Которые связаны Так или иначе Связаны Либо С атакой Этой пары Неподеленной Пары Электронов На числороде Ну Либо CH-связи При соседнем С кислороде Атоми Углерода Больше Никаких Вариантов Тут нет Значит Вследствие Этого Вообще Говоря Простые Эфиры Весьма Устойчив К гидролизу Потому что При протонировании Образовании Вот такого Иона Аксония Да Аксония Иона Самое Лучшее Что можно Здесь сделать Это Отдать Протон Назад Легче Отсюда Уйдет Протон Так Поэтому Самый Короткий Путь Назад Все Остальное Возможно Что он Может Вступать В реакцию Нуклеофильного Замещения Обычно По СН1 Механизму За счет Генерации Корпокотиона Который Тут же Атакуется Анионом Образует Соответственно Например Это может быть Алтилголинит Но Должна быть Одновременно Очень сильная Кислота Для этого С одной стороны Чтобы запротонировать Эфир И при этом Хороший Нуклеофильный Анион В этой Кислоте Есть идея Что может Соответствовать Этому Ошьет Например Сильная Кислота Весьма Сильная И очень Хороший Нуклеофиль Поэтому Ошьет В принципе Может Расщеплять Простые Эфиры Печенье Сошет Но Ноги Простые Эфиры Расщепляют По СН2 Механизму В принципе Может Тоже Реализовываться Хотя Труднее Потому Что Вообще Говоря Вам мешает Органический Радикал Подойти Тем не менее Если как-то Подойти Получается Так Следующая Реакция По ближайшему Атому По ближайшей СН-связи К кислороду Это Реакция Отчисления Простых Эфиров Она Например Подисходит Под действием Кислорода Поэтому Вообще Говоря Практически Все Простые Эфиры При длительном Хранении На воздухе Образуют Перетиси За счет Мы не обсуждаем Механизм Он радикальный Образование Перетисей Опять же Он чем-то Похож На На Реакцию Числорода Салканов Вообще Да Ну там Ницепная реакция Он дополнительно Дестабилизирует За счет Наличия Числорода Рядом И пара электронов Поэтому Эти гидроперетиси Более устойчивы Они в общем Очень неприятны Потому что Они взрывоопасны Поэтому Например Эфиры Простые Следует Сначала Обычно Перегонять На челку Для разлучения Для Разрушения Этих Перетиси Ну буквально Два слова Об интересных Представителях Простых эфиров Но наиболее Интересные Представители Простых эфиров На самом деле Это те Соединения В которых Эфирных Групп Много Один из них Вот такой Циклический Простой эфир Так Называются они Краун эфирами По слову Краун Как Слову Корона Потому что По Конформации Свои Они Похожи на Корону Такой Макроцикл Например 18 Краун 6 Из 18 Атомов Углерода Называются они Первое число Это число Атомов Циклей Последнее число Это число Атомов Кислорода Так Так Это звонок Что ли Да Так Ну сейчас Мы Еще Два слова И закончим Так Они В частности Примечательны тем Что За счет образования Такой полости Они способны Солеватировать В органической среде Многие Катионы Которые Так не Солеватируют Катион калия Нелегко Солеватировать Настолько Что Например Фторит калия Обладает заметной Растворимостью Может растворить В бензоре В присутствии Караон эфира То же самое Примагонатом калия То есть Те вещи Которые совершенно Нерастворимые Не растворяют Настолько Так сказать Значение Было в свое время Хорошо оценено Что за открытие Этого класса Соединения Была в свое время Присуждена Нобелевская премия За открытие Караон эфира Так Ну эпоксиды Мы уже с вами Это последний тип Простых эфиров Мы с вами Оставим уже О них надо чуть более подробно Поговорить С этого-то Начнем В следующий раз С эпоксидов